И последнее Бараклауфикум, что упомянул шейх, это 129-я страница, если кто-то за нами следит по книге, потому что то, что на 128-й странице, вы помните, в начале урока прочитали, шейх задает вопрос, Успомни причины, которые способствуют любви Аллаху к его рабу и любви раба к Аллаху. Ашра. Шейх говорит четыре причины, то есть упомянул четыре, а десять причин, извиняюсь, из-за слов Ибн-Уль-Каима, из его книги Мадариш Салькин. Первый слог, Харатуль, Куран, Битадабур. Читать Куран, задумываясь над его аятами. Стараясь понимать смысл. И почему тот или иной аят был упомянут, Бараклаф. Как мы с вами, да, Тафсир, Куран. Мы же с вами часто говорим, вот мы когда читаем, братья, Куран с вами, то есть мы читаем Куран. Если упомянутая причина, по какой причине испослан этот аят, мы задумываемся над этой причиной. Потом смотрим, Бараклауфикум, на сам аят. Смотрим на то, как он красиво построен. Смотрим, какие красивые слова Всевышний Господь использовал. Смотрим, Бараклауфикум, на то, какую пользу мы извлекаем из этого аята. Один, вторая польза, третья, четвертая. Пятый момент, Бараклауфикум, смотрим на нашу жизнь, на нашу действительность современную. Но где этот аят, Бараклауфикум, можно воплотить. Если в этом аяте приказ, как я могу ли я, попадаю ли я в число тех, кто может выполнить то, что приказано в этом аяте. Если там запрет, не являюсь ли я тем, кто попадает в то, что запрещено в этом аяте. И вот так, Бараклауфикум, ты надо всем этим задумываешься и так далее. И тогда тебе книга Господа, Субхану Аталя, принесет пользу. И ты, Бараклауфикум, увидишь, что ты еще больше начнешь любить Всевышнего Аллаха. И вот это твоя любовь к Аллаху, Субхану Аталя, путем изучения Курана. А мы знаем, что человек, когда читает Куран за каждую букву, как минимум записывается 10 хороших дел. А представляете, если он еще задумывается, а представляете, если он еще старается понимать, а представляете, если он еще старается практиковать, сколько ему награды будет. И поэтому, соответственно, и Аллах его полюбит. Вторая причина. После того, как человек выполнит все, чем обязался Всевышний Аллах, человеку надо стараться побольше делать желательных вопросов, братья. Многие люди, Субхану Аталя, так халатно относятся к желательным вопросам, поэтому многие люди, если подают вопрос, часто ты им говоришь, что человек говорит, а это обязательно желательно и когда ты мне желательно как будто он услышал слово мокрух нежелательно на днях мне один брат рассказывает про братьев из одной из стран арабских куда поехали учиться и требовать знаний где-то они увидели какой-то шейх высказал свое мнение по поводу выпрямление рельдов и ставить ноги близко то есть вот в рядах соединять ноги этот шейх выбрал слабое мнение явно противоречащее достоверным хадисом что это не является обязательным является желательно и вот брат лет я удивился те братья которые вместе со мной при том что у меня об этих братьев были только хорошие мысли и всегда считал те числа тех братьев которые стремятся к сумме ягодь ставлю ногу они не убирают и когда их начал записать но это же ведь не обязательно то есть как будто они услышали слова того шейха что это является мокрух нежелательным ну как минимум желательность осталось subhanallah и вот эта желательность баракала уфиху приведет к любви всевышнего вас у тебя к любви к всевышнему аллаху и любви всевышнего аллаха к тебе желательные молитвы братья желательные авгары поминание всевышнего аллаха желательная ураза все желательное садок а все это увеличивает любовь аллаха к тебя к аллаху потому что ты же это делаешь каждый раз то есть к желатин делать вспоминаешь об аллахе чем чаще вспоминаешь об аллахе тем больше его любовь твоя к нему будет и соответственно отдача будет братья особенно вопрос азгаров особенно вопрос 2 я братья в шоке был у меня субханалла брать мурашки по телу пошел пусть аллаха бережет братья недавно услышал один человек не рассказывает о том что он сказал одному брату брат и побольше 2 дал как мне некогда я работой за не у него тяжелой ситуации этот брат какой-то находится ли какие-то финансовые трудности этот другом говорит брат и побольше 2 отделом быть мне некогда мне работать на слава фаляфе братья лалим я не знаю этот человек мусульманин или как такие слова мы мне нет аллах нас создал для ибо да я бада проксал сам стал 2 агута 2 это есть суть об этом будет мне некогда где когда аллаха просить субханала нас аллах нас аллах пусть аллах обережет пусть аллах никогда не печатает наши сердца таким образом салаха бережет братья лучше много два делать в аллахе каждый из нас убрать и сестры кто хочет узнать насколько он близок севышнему аллаху вот у тебя же есть у каждого из нас телефон и у каждого из нас есть записная книжка в телефоне просто один день знаете вот завтрашнего дня ночи записывай время сколько ты времени в сутки потратил на 2 обращение кого спонталь с какими-то нуждами вот ты встретил на привод попросил попросил раз зафиксирую я допустим например в 10 утра до 10 05 попросил лаха 2 потом второй раз помнил такой кто второй раз помнил такой и посмотри и именно ли лягивай на или рачу он если у тебя меньше половина времени когда ты не спишь будет меньше 2 если конечно это не четверть если это не одна десятая если это не один процент от кары молитва два от кары все это заходит поминание сейчас твоя пятикратная молитва твое поминание всего шла твои дуа баракалов в течение просто многие люди вот ограничиваются только обязательно поэтому шей говорит на уафель бады фарай да он делает поминает священную аллахом на мазе они там люди на мазе когда читать на вас их автоматов просто прочитывая слова об аллахе даже не думает об аллахе даже не думать третья причина давам узник реля я лякули не альбин десану алька блю амаль вот об этом горючих это постоянно вспоминать священную аллаха в любом положении будь это языком будь это сердцем будь это делаем 4 и 2 маха бияля маха бика давать всегда приоритеты и предпочтение любви всевышнему аллах спонтально над любовью к самому себе и инда галяват когда твои страсти тянут тебя туда что нелюбимо к священному аллах спонтально 5 муталя тиркальп ли ясмай его сэйфать в мушагадате постоянно сердцу напоминать об аминах священного аллаха его атрибутах и смотреть на последствия варакалуфикум на опечатки на следы этих именных атрибутов вокруг тебя шестой мушагадату берли смотреть на то благо которым наделился и шелла хвои ихсани на все то добро которую нам не спасла его не на все эти милости в агера в аббат и на задумываться потому что если будешь вспоминать о милости всевышнего аллах спонтально брать это приведет тебя к благодарности всевышнему аллаху спонтально даже братья варакалуфикум вот сегодня аллах тебе проявил милость то что ты столько времени уже сидишь и слушаешь едина божия а сколько миллионов или может быть миллиардов людей в этот момент сейчас ослушается господа субханатали это же тоже милость аллах седьмое братеньки саруль кальбой наеда и постоянно чувствовать себя разбитым перед господом спонтали что значит чувствовать себя разбитым ни в коем случае не упрекая всевышнего господа мол скажи спасибо что я тебе на ма что это люди языком это не говорят но ведут себя так что я плохого сделал что аллах так со мной поступил что я плод а что ты хорошего сделал чтобы аллах с тобой так не поступал ты даже за извини меня за то что из тебя кал не вываливается милость аллаха ты не отблагодарил по шадад на островом всего еще рассказал в куране и мы сказал сделали сильными их ассор как пришло от некоторых праведших тавсир их анальное отверстие уплотнили то есть что вот эта мышца это аллах куране про эту повел по шадад на островом сказал всевышний аллах и мы уплотнили вот этот вот их отверстие то чтобы из тебя кал не вываливался вот кто нибудь из нас или из присущей когда эти аллах облагодарил что вот из тебя вот не вываливается ведь ты находишься же вертикально и кал-то твой идет прямая кишка же вертикально правильно или нет мы даже вот кто из нас эту и и можно перечислять только в нас самих в людях миллионы если не миллиарды милости всего чем господа не говоря уже обо всем том что нас угружает и поэтому будь всегда с разбитым сердцем всегда чувствуя себя мука сыром что ты никогда не думать что-то отблагодарил всевышнего аллаха за те милости которые он тебя наделил всегда чувствует так сыр что ты упущение всегда просил у него прощения всегда из тихвардил многие люди думают варак луфикум о том что валаиста фирла пришло от проксал сам что сахабы говорили что в одном азизе мы насчитывали от 70 до 100 из тихвар просто самолосного фирла стал многие люди но что астал фирла только надо говорить если нагрешил не стул фирла надо говорить даже как за то что ты не отблагодарил всевышнего аллаха за должное милости какой довод учено говорят то что когда ты выходишь из туалета глощасти фара стол фирола почему у франа почему выходя из туалета мы говорим у франа что мы сделали грешного за то что просим выходя из туалета прощения улаж ao учена говорят что смысл того что выходя из туалета ты вспоминаешь о той милости что аллах тебя вот оберег от того что из тебя не льется моча и не уход не букву мне не выпадает из тебя кал и что ты не благодаришь аллаха должным образом за эту милость поэтому ты проще у аллаха выходя из туалета . у франок прошу тебя прощения за то что он скрывает и вот аллах обличил наличие туалета есть против многие люди которые не могут справить нужду это что присутствие других людей даже если кто-то за дверью стоит вот люди идут анализы сдавать и стоит медсестра давайте быстрее вы тут не одна вы тут не один вот я не могу отойдите от двери вот это такое даже наличие того что аллах вот так создал людям внушился она строит туалеты отдаляться и тогда это же тоже не за кто за нас благодарил за наличие туалета кто играла хвалать его за то что существует туалет вопло и братья может быть никто из вас его берем и вот об этом говорит шейх то есть вот постоянно думать о том что нас окружает из милости постоянно вот быть с разбитым сердцем пересвивающим господом за что за то что ты себя чувствуешь виноватым что ты не отблагодарил его за свои мило за те милости которым наделил тебя восьмое стол аль халюби и уединяться с господом субханного то ли вакте нузу ли лаги ахрилляли особенно когда снисходит господь в третью часть ночи братья это очень важно парка лауфикум уединяться один на один оставаться с господом варка лауфикум девятый муджали сатур мухибина садикин сидеть находиться с теми кто любит аллах а с теми кто правдив ва ильтикату атла и биттамарати калами извлекать из их слов самые лучшие плоды 10 муба дата кули сабабь я холю байнал кайби ва байналлахи аззау джак сторониться любой причины который отдаляет твое сердце от всевышнего господа субханного талия фа ман хави и лазба фамина хави лазба бил ашра а у вас аль мухибуна или мазальма маназель махаба и ну кайм сказал по причине эти десяти причин любящий достигает степени любви вода халю аль хабиб и вошли к любимому то есть каллаху субханного талия этой снеги мадарису аликин 3 том 17 страница в аллаху субханного талия аллах лучше знает обо всем просим всевышнего спадали сделать нас из тех кто любит его субханного талия из тех кто любит то что любит аллах субханного талия сделать нас из тех кого он полюбит шо хана во тале хазв иات и поспеши и луна биб хамди аж как у арм han тесттём погружений жаси ок Antmi или края амсалминит Субтитры создавал DimaTorzok